Здравствуйте! В эфире Инсталайф для абитуриентов. Меня зовут Надежда Мещерякова и сегодня у нас в гостях представители Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Представляю наших гостей. Шайдарова Лариса Геннадьевна, заместитель директора по образовательной деятельности, а также Лексина Юлия Александровна, координатор по международной деятельности. Перед тем, как мы начнем смотреть нашу презентацию, я хочу напомнить, что вы, наши дорогие зрители, можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте КФУ. Мы обязательно на все ответим. Итак, уважаемые будущие абитуриенты, которые в первую очередь выбрали химическую направленность. В небольшом докладе сообщение, я несколько слов скажу о химическом институте, о некоторых особенностях приема этого года, 2021 года. Итак, химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета считается одним из ведущих научно-образовательных центров в нашей стране. В такой форме структурное подразделение было организовано в 2003 году, хотя сама история химического образования в Казанском университете насчитывает более двух столетий. И начинается с момента образования Казанского, тогда императорского университета, с 1804 года. За это два столетия в химическом институте проработало очень много ученых, преподавателей с мировым именем. И таким образом была организована так называемая Казанская химическая школа. Историки-химики называют Казань, Казанский университет, Казанскую химическую школу колыбелью органической химии. На сегодняшний день в структуру химического института входит 6 кафедр. При каждой кафедре есть структурное научное подразделение. Всего отделов с научными лабораториями у нас 10. И в структуру института входит еще музей Казанской химической школы. Несколько слов о приеме в 2021 году. Итак, в этом году будет реализован прием по направлению подготовки бакалавров, химия. В этом году у нас 75 бюджетных мест на это направление. Также направление подготовки специалистов, фундаментальная прикладная, химия. Здесь также предлагается 75 бюджетных мест. Много это или мало? Если сравнивать с предыдущими годами, надо сказать, что по сравнению с прошлым годом у нас увеличился прием на бюджетные места почти на 30%. Ну и направление подготовки бакалавров, педагогическое образование, профиль, химия, по окончании которых готовят учителей химии, здесь 25 бюджетных мест. Если говорить о магистратуре, то по направлению химии в этом случае мы набираем группы на 60 бюджетных мест по соответствующим магическим программам, которые представлены на слайде. Несколько слов об особенностях правила приема в 2021 году. Итак, в этом году предлагается для преподачи документов выбрать несколько предметов, несколько дисциплин, по которым вы даете сертификаты по ЕГЭ. Здесь выделяют базовую дисциплину, обязательную, по подготовке к химическим направлениям это дисциплина химия и русский язык, и одна дисциплина, это дисциплина по выбору абитуриентов. В нашем случае предлагается это предмет математика или физика. Далее, следующая особенность. Если в прошлом году в связи пандеминной ситуации подача документов проводилась только в электронной форме, то в этом году предлагается при подаче документов использование как электронной формы, так и очной формы. То есть вы можете зайти на сайт Казанского университета, создать, соответственно, личный кабинет, прикрепить все необходимые документы и, соответственно, работать с операторами в электронной форме. Можете приехать в приемную комиссию Казанского университета и очно подать документы, соответственно, представителям приемной комиссии. Следующая особенность. Если ранее вы внутри одного института могли выбрать только два направления, то в этом году вы можете выбрать максимально 10 направлений. То есть расширяются ваши возможности. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотела сказать, что в этом году результаты приема будут представлены в одну волну. То есть первый этап, как всегда, будут зачисляться, скажем так, абитуриенты, которые себя проявили. То есть это предиоры олимпиад или так называемые целевики. А все остальные абитуриенты будут зачислены в одну волну, во второй этап. И поэтому результаты приема все вместе вы узнаете. Сейчас на сайте представлены сроки проведения представления результатов. Но для бакалавров это 17 августа, и для магистров это 20 августа. Вот именно в такие дни будут вывешены приказы о приеме студентов на эти направления. На этом слайде представлены основные направления, которые реализуются в химическом институте. Здесь конкретно указаны, какие дисциплины, какие ЕГЭ вы должны сдать и представить, соответственно, документы при зачислении, для зачисления на то или иное направление и сроки обучения. Напоминаю, в бакалавриате вы будете обучаться 4 года, в специалитете 5 лет, но и в магистратуре, соответственно, 2 года. Ну а теперь несколько слов о вопросах, которые очень часто задают абитуриенты. Первое, это в чем заключается различие, если подавать надо документы на направление химии бакалавриата или на специалитет фунтальная прикладная химия. Я в этом случае говорю, это ваш выбор. Это вам выбирается. То есть вам предлагается несколько возможностей, большие, широкие возможности. Но вы при этом должны знать, что в бакалавриате, в перспективе, вы будете учиться 4 года. И это первая ступень двухуровневого высшего образования. То есть перед вами после 4 лет вы можете поступить в магистратуру, и при этом вы можете опять же поступить на бюджетные места. Специалитет обучения 5 лет – это полное высшее образование. И если вы после этого захотите поступить в магистратуру, это будет уже считаться вторым высшим образованием, и оно для вас уже будет платным. Поэтому я предлагаю вам хорошенько подумать, что вам лучше, и самостоятельно выбрать, будете вы учиться в бакалавриате или, соответственно, в специалитете. Несколько слов о проходных баллах. Всех спрашивают, какой у вас проходной балл. Вот они на слайде представлены. Я вам предлагаю запомнить такую реперную цифру – более 200 баллов. Здесь и 206, и 207 есть, и 217, и более баллы проходные есть. Но еще раз напомню, в этом году почти на 30% увеличивается количество бюджетных мест. Это, безусловно, понизит, соответственно, проходной балл. Теперь несколько слов о трудоустройстве. Кем вы будете или кем вы можете работать после того, как вы получите диплом бакалавра, специалиста? Но надо сказать, что будущие ваши профессии – это химик-лаборант, химик-инженер. То есть вы можете работать в этом статусе в любой химической лаборатории, в любом учреждении, предприятии, в научно-исследовательской лаборатории, в научно-исследовательском институте, в ВУЗе и других подразделениях. Если вы получите диплом учителя химии, естественно, перед вами открываются двери различных образовательных учреждений среднего и начального образования. Скорее всего, среднего образования. Кроме того, вы можете работать в разных ведомствах, поскольку в программе образовательной по этому направлению очень много дисциплин посвящены не только педагогии, но и психологии. Ну и, наконец, если вы получите диплом магистра химии или диплом специалиста химика, то в этом случае многие из вас могут выбрать профессию научного работника. Это научное исследование он будет реализовывать в академических институтах, в всевозможных отраслевых институтах. То есть, опять же, перед вами открываются широкие двери. Ну и, кроме того, получив диплом и иногда даже закончив магистратуру или аспирантуру, многие наши выпускники работают преподавателями в вузах. Ну, на этом слайде представлена основная инфраструктура. То есть, вы будете обучаться в основном корпусе по адресу Кремлевская, 29. Буквально немного более пяти лет построен новый корпус, который находится во дворе этого здания. Ну и, наконец, третий корпус – это старое, как раз самое старое здание, в котором находится музей Казанской химической школы и находится во дворе главного корпуса Казанского университета. Студенты и нагородние будут обеспечены полностью все местами в общежитии в деревне универсиада. Надо сказать, что здесь вам будут предоставлены комфортабельные условия для обучения и жизни. Несколько слов о стипендии. При зачислении на первый курс все студенты первого курса будут получать академическую стипендию. Ребята, которые предоставят справки из отделов соцзащиты, будут также получать социальную академическую стипендию. Ну, а затем, в следующие годы, вы можете получать эти стипендии уже по результатам с данной сессии. Ну, мы надеемся, что вы выберете именно химический институт Казанского федерального университета. И на следующем слайде представлены основные телефоны, e-mail, по которым вы можете обращаться с вопросами, которые вас беспокоят. Теперь я могу отвечать на ваши вопросы. Большое спасибо, Лариса Геннадьевна, очень подробная презентация, которая, скорее всего, отразила все основные моменты, которые бы хотели знать абитуриенты. Ну, а мы приступаем к вопросам. И первый вопрос звучит так. Можно ли поступить в ваш университет после окончания колледжа? Так, колледж, по идее, нужно представить документы. Среднеспециальное образование тоже является основанием для поступления в высшее учебное заведение. Угу. Замечательно. А есть ли у вас заочное отделение? Нет. Заочного отделения у нас нет, у нас только обучение очное. Даже вечернего отделения, то есть очень заочного отделения нет. Угу. После бакалавриата обязательно поступать в магистратуру? Необязательно. Вы можете с дипломом бакалавра устраиваться на работу и успешно работать. Теперь как раз-таки про работу. Очень интересный вопрос. Какая стартовая зарплата выпускника? Ну, это, во-первых, зависит, куда вы попадете. На какую... Ну, в первую очередь, что вы выберете? Бюджетную организацию или коммерческую? Безусловно, коммерческая организация в несколько раз зарплата превышает бюджетный вариант. Но в бюджетных организациях чаще всего есть возможность для роста. То есть, поэтому, ну, ребята по-разному себя ощущают. Поэтому иногда, ну, что значит, имея в виду, что в первоначальные годы будет низкая зарплата, но в связи с карьерным ростом этот зарплата, естественно, повышается. Есть определенная мотивация для роста. Вопрос, который интересует иностранных граждан. А сколько мест и на каких направлениях они есть, эти места, для иностранцев? Так, в зависимости от направления, для иностранцев у нас представлено направление. Это направление подготовки бакалавров по направлению химии. Там, по-моему, для иностранцев указано 5 мест. Дальше педагогическое образование – это 10 или 11 мест, сейчас точно не помню. И подготовка магистров также на уровне 50 мест. Теперь вопрос, который касается… Так, это имеется в виду коммерческий. Да. Смотрите, если мы говорим о ребятах, которые стараются как-то участвовать во всевозможных олимпиадах, по той же, например, химии, да, если они достигают каких-либо результатов, это может помочь им при поступлении? Безусловно. Надо сказать, что первое, что я хотела отметить, значит, победителям и призерам олимпиад по профилю, то есть химических олимпиад, предлагается, представляется льгота. Им по дисциплине химии ставится 100 баллов, и они, естественно, имеют приоритет поступления. В этом случае они поступают вне конкурса. Плюс ко всему, в этом году очень большие льготы для них представляются в виде дополнительных стипендиальных выплат. Призерам, по-моему, если мне память не изменяет, им ежемесячно будет выплачиваться в течение обучения определенную сумму на уровень, по-моему, 10 тысяч. Победителям одноразово будет выплачиваться эта сумма один раз в семестр. То есть такая финансовая поддержка, естественно, ребята, которые себя проявили, отличились в этом плане, они почувствуют, как положительные моменты при поступлении есть определенное преимущество, так и при обучении, соответственно, в химическом институте. В общем, ребята, участвуйте в олимпиадах, это может очень помочь. Если мы будем говорить с вами о вступительных испытаниях, из чего они вообще состоят, что они из себя представляют? Так, значит, ребята, которые сдают ЕГЭ, они просто, я уже говорила об этом, они просто открывают личный кабинет в сайте Казанского федерального университета и прикрепляют результаты и требуемые документы, во-первых, да, и результаты сдачи ЕГЭ. Надо сказать, что прием документов, давайте уж даты назовем, да, в этом году принимаются документы до 29 июля. Итак, начало приема документов 20 июня, принимаются они до 29 июля. Далее, в определенный момент вывешиваются списки рекомендуемых к приему. И вот здесь будьте внимательны. На сайте указаны даты, до какого вы обязательно должны представить оригиналы документов. И после этого только будет, соответственно, вы будете зачислены, введены в список приказа, и приказ уже о зачислении, соответственно, студентов и абитуриентов будет для бакалавров вывешен 17 августа в этом году. Теперь переходим к магистратуре. Есть ли бюджетные места? Да, 60 бюджетных мест в магистратуру. И можно ли выбрать в магистратуре направление, которое отличается от бакалавриата? Так, список профилей магических программ представлен на сайте, и одну из этих программ они могут выбрать. Надо сказать, в личном кабинете у них будет обязательная строка, где они должны будут указать приоритетный профиль, приоритет магической программы. Они, соответственно, выделяют и сдают экзамен, соответственно, по химии, но, соответственно, с уклоном на этот профиль. То есть, естественно, у каждого профиля есть свои особенности, и экзаменаторы будут спрашивать именно по вопросам ближе к тематике того профиля, который они выбирают. Экзамен будет проходить устно. Давайте еще несколько слов скажу вам. Да, конечно. Итак, если в прошлом году, опять же, из-за пандемии, экзамен проводил дистанционно, но тоже в форме устного экзамена, то есть, фактически, это беседа между преподавателями и абитуриентом, то в этом году будет реализовываться и очная форма, и дистанционная форма. Только для того, чтобы абитуриент для себя выбрал, в какой форме он будет сдавать экзамены по магистратуре, он, естественно, должен, опять же, в личном кабинете поставить галочку против нужной строки. Итак, электронная форма сдачи экзаменов или очная форма сдачи экзаменов. Если очно, они должны будут приехать в химический институт, и у нас экзамен магистратуры 3 августа, и в этот день они устно сдают экзамен экзаменаторам. Если дистанционно, то они должны, соответственно, с нами созвониться, и мы, опять же, 3 августа принимаем у них экзамен, но только с использованием электронной техники. Ну и завершим нашу программу вопросом от зрителя, который поступил прямо сейчас. В этом году по базовой математике выставили оценки по итогам четвертей, ЕГЭ не сдавал. Можно ли мне по математике сдать вступительные? Вы должны обратиться в приемную комиссию и подать заявление на сдачу экзамена ЕГЭ соответственно по расписанию Казанского федерального университета. То есть там, естественно, таким студентам представляется возможность сдачи экзамена. То есть все равно нужен обязательно сертификат ЕГЭ. В любом случае обязательно нужен. То есть подайте заявление, там есть определенные сроки, я не помню точно до какого числа. Экзамена в этом случае ЕГЭ внутри Казанского университета с 12 по 25 июля. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня были Шайдарова Лариса Геннадьевна, заместитель директора по образовательной деятельности, а также Лексина Юлия Александровна, координатор по международной деятельности. Спасибо вам огромное за эту беседу. Было очень интересно. Ну а я напоминаю, что это был Инсталайв для абитуриентов. С вами была Надежда Мещерякова. Смотрите нас.